Доброе утро, мир! Я очень-очень тут еды ему навесила. Вот эту вкусняшку. Чтобы он полопал. Может быть запоет. А кто тут такой? Моя живность. Моя живность. Я уже позавтракала сейчас. И уже даже оделась. Что-то сегодня душно, как-то жарко. И пойду сейчас гулять с Чарли. Смотрите, моя это. Я бы не сказала, что она растет прям так. Но цветет иногда. Иногда цветет. Не знаю, что с ней такое. Как есть, так есть. Что теперь? Что теперь? Ты твой столь место, да? Ты такой деловой столь там на кресле, да? Радость моя. Пошли бы, Монакай. Линяет весь. Он уже весь полинял. Тут у него, смотрите, шерсть такая короткая-короткая стала. Вот. Вот эти вот длинные все это упадет у него. К зиме, короче, шерстку себе отращивает. Тут прям короткая-короткая. Вот тут вот тоже вот эти вот отвалятся длинные. Все, пошли мы гулять. И вас с собой берем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Представляете, буквально за 5 минут поднялся такой ведроган. Я вот когда гуляла, а вообще не было ни капельки ветра. А сейчас, когда возвращалась прям за 5 минут, такой ведроган поднялся. И так классно, все зонты летают. В общем, сегодня, как говорится, не пляжный день. Кто приехал на пляж, мне не очень удобно будет им купаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо окна закрыть. А у меня там Чарли, он любит в окошко посмотреть. Лучше я, наверное, закрою. А то еще что-нибудь улетит ненароком. Муж сейчас позвонил, в общем, говорит это. Сестре звонить, чтобы попивасику поквасить. Я говорю, ну, звони. У меня особого желания нет. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. Готовить тоже не охота, ничего. Вот, в общем, такие дела. Пойдем попивасику квасить с тапами. Но еще надо в фруктовый магазин доехать. Купить фруктов, потому что у меня, кроме танкиных яблок, больше ничего нет. Какой-нибудь там арбузик или сливы, в общем, посмотреть. Такие вот у нас планы. И с подругой на завтра планы тоже строим. Вернее, уже, считай, построили. Ну, мы начинаем тут квасить, как говорят, танцы. У меня безалкогольное пиво. И мига, это жареная манка. У меня, кстати, рецепт есть на канале. Кому интересно, заходите. Мы пришли уже в другой бар. Там, смотрите, кухню видно. Так вот, в испанских барах шумят. Будем сейчас заказывать себе что-нибудь пивасика опять. Другой уже. Это вот тапа. Люблю такую жиреную рыбу. Она прям вся такая хрустящая. Эта сестра заказала. Ну, не заказала. Она нас угостить решила. Креветочки. Цена банкета, смотрите. Значит, креветки, которые были, они стоили 25 евро. И 9 пива. А почему 9 пив? На 22.50. Не знаю, почему 9. А, ну да, наши трое. Три по три. Вы дурак. Вот столько мы заплатили. Пиво идет с тапами. Тапа бесплатно. Такой вот тут у нас пар, ресторан. Какой здоровый. Это вот целой семьей надо жрать. Три веточки красные. Короче, чего только нету. Гранная вкуснятина. Мы уже поели, объелись. Это что я купила в фруктовом магазине. Такую четвертинку. Арбузика. Мы только пришли, поэтому надо делать сиесту, спать. Три манго. Одно какое-то было такое полумягкое. Ну, что-то они уже все твердые. Слив немножечко. Яблоки. Вкусно пахнут, кстати. Запеку в духовке баклажаны. Парочку взяла. И дыньку. Сейчас я это все отправлю в холодильник. А еще у меня есть вкусняшка, которую тоже мы сейчас будем пить с чаем. В общем, худеть будем завтра. Смотрите, я купила. Санчес торт. Это в безе. Вот это вот вкусно безешка такая с кокосом. Но это, наверное, потом завтра или еще когда. А сейчас вот тут навела нам по кофейку. Пилю себе гадость три в одном. Ням-ням. Приятного всем аппетита. У нас уже вот так вот садится. Сегодня солнце, невероятная жара. Просто прям вот я тут опять травку курит. Здрасте, приехали. Ты с папой лежал? Передумал? Да? Ты передумал с папой лежать? Все, ты ко мне присылал. Ты мое счастье, что ли? Ты мое счастье, что ли? Вот так. Вот. Ой, несмотря на то, что ветерок дует небольшой, все равно какая-то жарища, прям духотища, так, что просто прям вот сидишь и не знаю. Хотя я пропылесосила опять, потому что из-за того, что ветер, вот этот вот ест свою еду. Скоро мне с Алиэкспресс придет вот такая юбка. Вот. Вы писали мне в комментариях, что есть юбки вот такие вот на клетку. Да. И вот не знаю, поможет она, не поможет, потому что вот сюда на столе, там постоянно. Сейчас у меня еда. Смотрите, как он лизит. Мое счастье. Да. Моя любовь. Да-да, про тебя разговариваю. Да. Про тебя. Мое счастье. Вот так вот. Да. И вот из-за того, что ветер, все это несет в дом, в квартиру. И пылесосила сегодня утром. Потом пришла опять, потому что я хожу разутая, без обуви. И, в общем, все это тащится потом на диван. Это у нас, знаете, телевизор, ну как, сломан, не сломан. Вот. Он иногда сам выключается, потом сам включается, а выключается он вот так. На моего дочка подарила мужа. Телевизор. Ну как подарила? У нас же был, у нас был наш, и на карантине он сломался. Он там стоит все, никак его никто не отремонтирует. Но сейчас, по-моему, телевизоры, я не знаю, мне кажется, что-то орет телевизор, мне кажется. Никто и не ремонтирует телевизоры, поэтому как бы стоить не знаю. Спрашиваю, говорю, что я с ним буду делать, выбросить или что. Вот. И, а тот телевизор стоял в другой спальне. Ну и потом мы перетащили его. И вот. Потому что я телевизор совсем не включаю. Там, хотя есть кое-какие программы, которые мне нравятся. Например, Акилот и Латьера идет, но выходных нет. Он идет по Первому каналу каждый день в 8.30. Там рассказывается о земле, что произошло на земле. Не вирусы, никакие ничего. Просто там, просто что произошло на земле, там, не знаю, наводнения или какие-то такие, знаете, события. Неплохие, а что-то удивительного там. Или вот погодные явления какие-то, вулкан. В общем, вот такие вот. Ну, не вирус. Я, кстати, про вирус давно уже ничего не слышала. Потому что телевизор не смотрю. Вот. Что еще хотел сказать. А, сейчас сидела, уже монтировала и посмотрела. Знаете, испанцы, они не любят сидеть в одном и том же месте. Я закрыла балкон, и Чарли сидит, так бедный смотрит, типа, не понял, а что меня не пускают, что ли? иди ко мне. Иди сюда. Иди. Что это, не понял, закрылись от меня. А я, да, а я, да, да, да. все, все, пустила, пустила. Орхидейка-то тебе что сделала. И, в общем, испанцы, они, знаете, привыкли так, что вот ни в одном баре сидят. Я уже говорила, у нас в Андалусии еще есть в каких-то регионах, где дают к пиву бесплатные закуски. И вот у нас мы знаем, в каких барах что дает. И испанцы, они привыкли из одного бара ходить в другой. Вот. То есть, там, в одном рыбу поели, в другом. И вот мы сегодня два обошли, но дело все еще заключается в том, где парковать машину. Вот мы сегодня поехали туда, а машину где оставим? Поехали туда, а машину где оставили? Так что мы сегодня только в двух барах были. А так можно, знаете, в одном пиво выпить, в другом пиво выпить. И ничего в этом странного нет. Наоборот, вот, надо ходить по барам вот так вот и хлыстать пиво. А вот так, чтобы сесть, знаете, заказать себе еду. Так, редко, так делают туристы. Заказывают себе. Нет, если когда-нибудь, вот, например, мы сегодня заказали креветки вот эти, вот, просто захотелось креветок, заказали креветок. Также, может, иногда нам хочется, например, жареную рыбу. Я люблю, тапами не наедаемся, но бывают маленькие тапы. Вот. Заказываем тогда уже один рацион вот этого вот жареной рыбы. Все зависит там от вашего аппетита, скажем так, и от тоже, от бара многое зависит. Нужно знать, куда идти, где сколько дают, и цены везде практически одинаковые. Я, знаете, когда приехала в Испанию, это было лет 16, наверное, назад, или 17, уже не помню, пиво стоило евро 10, представляете, евро 10, то есть за это время пиво подорожало в два раза. Сейчас оно стоит 2, 2,50, вот так вот, представляете, как все дорожает. Как бы вроде бы по чуть-чуть, по чуть-чуть, а вот, я помню прямо это, за рубль, и мне так было удивительно, что приходишь, и бац, еще тебе и наелся, и напился, и наелся, а сейчас уже приходишь и протестуешь, допустим, нам сегодня уже тапу не дали на последнее пиво, и муж такой, нам тапу не дали, а мы просто уже обожрались, я говорю, да ну ее нафиг, эту тапу, а еще у мужа сидел рядом друг его, у нас же сейчас дистанцию нужно соблюдать, и официант такой говорит, вы, говорит, нет, не кучкуйтесь, не кучкуйтесь, и вот сидел рядом друг мужа, и он, короче, там заказывал, и вот мы делились, он там заказывал сардины, мужик этот нам дал по сардине, потом он заказывал осьминога, нам тоже осьминога дал, мы ему креветок дали, еще что-то, и вот так вот делились, представляете, так принято, еще они, знаете, как любят, вот испанцы еще, давай я тебя угощу, потом тот, давай теперь я тебя угощу, и вот так вот сидят друг друга угощают, я в этом не вижу никакого смысла, потому что как бы тоже на то же выходит, да, я тебя одной угостил, ты меня другой угостил, я тебе еще одной угостил, ты меня еще одной угостил, Но невыгодно, когда этот друг какой-нибудь с своей второй половинкой Тогда уже ты меня одной угостил, а я тебе должен двумя угостить Ты же с своей второй половинкой В общем, ты такая, как это это Я потом, когда, знаете, однажды мужу говорю, слышишь, говорю Давай лучше платить каждый за свое, и так будет лучше Никто не будет в обиде Но у них никто не обижается, потому что у них так принято Чарли тут муху увидел Надо мне вот этот цветок, в общем, уже совсем убрать Потому что нападает И прям совсем кобздец ему приходит У меня тут уже корни пустил вот этот Смотрите, какие корни, видите Можно его просто пересаживать Так, надо, чтобы эта муха улетела отсюда Так что вот такие вот здесь правила Друг другу угощать И, как говорится, ходить по барам Выбирать дверь, открыть-то Ой, блин, я ее закрыла А то еще не откроюсь Ладно, друзья, завтра у меня кое-что Будем шарахаться по магазинам Завтра хочу кое-что купить себе Так что подписывайтесь Спасибо за вам за комментарии За ваши хотя бы даже рожицы, сердечки И все такое Мне очень приятно А вот ставьте эти рожицы Ставьте даже вот такие пальчики Или такие, какие хотите Всего вам самого лучшего Приятной рабочей недели Продуктивной Не унывайте Нос кверху И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok